Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Улица Доблестная на правом берегу, район 2-го моста Преображенского. Тут на возвышенности возле Днепра стоит памятник солдатам, которые погибли в немецких концлагерях. Во время оккупации нашего города в этом районе действовало несколько немецких лагерей, где содержались советские военнопленные. Солдаты и офицеры, которые привлекались к восстановительным работам по мостам, по инфраструктуре города Запорожье. Концлагеря тянулись на сотни метров вдоль Днепра, рассказывают историки. По их словам, тут в нечеловеческих условиях содержалось около 40 тысяч военнопленных. Так и не дождавшись окончания войны, сотни солдат погибли от рук фашистов. Кроме содержания там проходили массовые расстрелы. Всего четко не установлено количество расстрелянных в этом районе. Историки предполагают, что в лагерях погибло около 5-6 тысяч человек. В тяжелое военное время погибших хоронили прямо в танковые рвы, без каких-либо опознавательных знаков. Так что до сих пор неизвестны точные места десятков захоронений. Они разбросаны вдоль Днепра. Тем не менее, наиболее крупные братские могилы историки все же отыскали. Возле одной из них спустя полстолетия и установили памятник. Это вот одно из самых крупных мест, где были найдены захоронения наших военнопленных. Но, к сожалению, это не единственное место, которое находится в районе улицы Дублесной. Памятник открыли 8 мая 1996 года. Трехметровая стела сделана из гранита. Сверху скорбящий ангел с венком в руках. Он склонил голову в память о тех, кто погиб на этом месте. Именно тысяч солдат, которые покоятся на Днепровских хручах, навсегда потеряны для истории. Однако их подвиг жив. И об этом напоминает не только памятник, но и название улицы Доблесная.